Друзья, добрый день! Мы находимся в пресс-центре «Аргументы и факты». Меня зовут Наталья Кожина. В гостях у нас сегодня Ольга и Павел Сюткины. Здравствуйте, друзья! Я надеюсь, что нам предстоит очень вкусный, такой аппетитный разговор. Поэтому, если кто-то вдруг не пообедал 15 часов, 15.00, мы, кстати, вовремя с вами стартовали, это бывает очень редко. Если кто-то вдруг не пообедал, друзья, ну, не знаю, тогда, если вы собираетесь нас смотреть, то хотя бы каким-то бутербродом, что ли, перекусите. Потому что впереди очень много вкусных рецептов, я надеюсь. Что я хочу сказать? Я, во-первых, спешу вас поздравить с выходом книги. Вот она стоит прекрасно. Я сейчас, опа, к себе вот так вот притяну огромную такую книгу. Поздравляю вас! Лучше поздно, чем никогда, что называется. Спасибо. Ну, это действительно потребовало от нас достаточно серьезных сил, да, и собирать материалы, и разговаривать с людьми. Эта книга действительно стоила много работы. Как долго работали вы? Ну, в принципе, около года, как любая книга пишется, да. Ну, плюс некоторый период времени непредсказуемый, сколько она издается в издательстве. Я хочу задать вам вопрос, да, какие открытия, вот вы лично, да, когда приступали к работе, да, наверняка были какие-то ожидания. Ну, наверняка что-то такое, как мне кажется, было открыто, что, может быть, вас изумило или как-то подобное, ничего себе. Нет, на самом деле, для нас вообще работа над этой книгой была, сам по себе, уже открытием. То есть, никоим образом для нас не было какой-то такой долговременной задумкой, что мы вот решили, что мы, наконец, это вот сделаем. И все, что происходило, с чем мы сталкивались, с теми людьми, с которыми мы встречались, это все было открыто. Невероятно то, что мы выросли в советском периоде, да, какие-то вещи для нас тоже были открытием. Например? Ну, например. У меня, например, было открытием суп-харчо, который приготовил зеленым, а не красным, как мы привыкли. Ага. То есть, традиционное харчо, то есть, с томатным соусом, с орехами, да, вот то, что мы знаем. И вдруг я нахожу рецепт, который зеленый, с зеленым ткемали. Для меня было открытием, и это просто фейерверк какой-то на нашем столе. Я всегда именно в этот сезон, вот сейчас сезон, стараюсь готовить, угощать друзей. Слушайте, сразу захотелось какой-то рецепт, но я боюсь, друзья, мы оставим на попозже. Вы знаете, у нас просто читатели некоторые, да, некоторые уже прочитали книгу, такие вот огромные молодцы. А есть те, кто сказал, боже мой, советская кухня, о чем вы вообще говорите, и что вообще вы подразумеваете под словом советская кухня? Что это такое? Вот, вы очень правы, и правы ваши читатели, на самом деле, которые подчеркивают этот какой-то стереотип, который существует на самом деле. Ну, давайте не закрывать глаза, он и о русской-то кухне, на самом деле, существует этот стереотип, что она такая жирная, не очень острая, не всегда вкусная. Ну, спросите любого предпринимателя, который занимается общественным питанием, на улице продает, какая идет кавказская, узбекская, восточная кухня, это хиты. Русская, к сожалению, к сожалению, я еще раз говорю, то есть наше мнение, на самом деле, они другое, мы считаем, что она гораздо глубже и интереснее. Но поверхностный взгляд, вы правы, он существует и на русскую, и на советскую кухню именно такой. Но вот вы сказали, да, что существуют какие-то стереотипы, самые распространенные стереотипы советской кухни, как я поняла из того, что пишут, о том, что это очень неполезная кухня, и что, не знаю, лишние килограммы тебе обеспечены, и вообще, пускай вкусно, но вредно. Так это или нет? Ну, понимаете, дело в том, что советская кухня, ну, хотим мы это, не хотим, это все-таки творение, ну, скажем так, наверное, 30-х годов, то есть знаменитая реформа Микояна, знаменитая книга «Вкусная и здоровая пища», вот они, символы, да, советской кухни. То, что было позже, уже в 70-е, 80-е, это уже, ну, скорее от бедности, от того, что, от недостатка продуктов, от дефицита хронического, но это уже не расцвет советской кухни, а расцвет, он именно тогда, в 30-е, 60-е, может быть, но задайте себе вопрос, а ваши представления о других областях нашей культуры, моде, музыке, они с тех пор не изменились, разве, с 60-х или 30-х годов? Вы носите ту же моду, которую носили ваши бабушки? Наверное, нет. Да кто же самое происходит с кухней? Изменились просто представления о том, что сейчас вкусно, что сейчас здоровая пища, какая пища полезна. И это нормально, это естественное течение времени. Ну, а какие блюда, вот именно советской кухни присутствуют на вашем столе, вот если уж честно так, и как часто? На самом деле я готовлю разнообразную кухню, мне все нужно готовить, что итальянскую, что французскую, русскую, советскую, я готовлю абсолютно все. Но ко мне недавно приезжала подруга из Франции, и что удивительно, она просила накрыть стол, она приезжала на Новый год, просила накрыть стол вот такой, как мы встречали Новый год в Советском Союзе. То есть я готовила селедку под шубой, я готовила салат оливье, заливную рыбу, мы лепили пельмени. Вот почему-то возникло и ностальгическое такое желание, вот вспомните, как оно было тогда, почувствовать вкус именно нашего какого-то детства, юности. Ну в какой-то степени это действительно вкус детства. Да, конечно, и периодически, конечно, я возвращаюсь, ну что, разве я не могу не приготовить щи, или могу ли я не приготовить борщ, или вдруг мне захотели пельмени. Конечно, да, пусть это не часто, пусть это там раз в два месяца, но это обязательно есть. Другое дело, что, конечно, тут же возникнет сейчас спор о том, что советские ли это блюда, которые вы упомянули. Я бы так хотела, борщ, например. И вообще русские или украинские, наверняка сейчас, так сказать, многие наши зрители подумают про себя. Ну давайте поймем следующее, что, конечно, советская кухня, она не родилась на пустом месте, что она в любом случае продолжала ту самую традицию великой русской гастрономии. Более того, вот на тот вопрос, который мы хотим ответить в этой книге, а что это было? Это было продолжение, это была логичная ступень развития русской гастрономии советской? Или это был какой-то зигзаг истории, которая, ну вот, условно говоря, пройдет еще 20-30 лет, о котором никто и не вспомнит, или будет, наоборот, с ужасом вспоминать, что такое было в нашей истории. Так вот, на самом деле, мы хотим сказать, что нет, это было абсолютно не случайное явление. Это вещь, которая обусловлена целым рядом вещей. То есть, в ней были, скажем так, вещи, которые были логичными, они связаны с появлением массового питания, с созданием, там, вот этого общепита. Ну, это же не наша только исключительно советская заслуга. А что в Америке, например, или в Европе не возникали огромные предприятия, там, с тысячами рабочих, там, какие-нибудь заводы Форда, где надо было точно так же кормить, точно так же устраивать вот эти столовые самообслуживания с теми самыми нашими. Подносами, которые мы передвигали в кассе. То есть, это вещи, они обусловлены. Лечебное питание, вот этот умоповращающий на сегодня подсчет калорий, углеводов, жиров, которые, мы-то понимаем, что, да, это растет из тех еще 30-х годов. А он на самом деле рос не только в России, не только в Советской России, в Советском Союзе. Эта тема возникла еще после военной, я имею в виду, после Первой мировой войны в Германии, где, ну, в стране наиболее пострадавшей, скажем так, от войны, где вот этот вопрос консервирования, там, рафинирования, значит, создания лечебной какого-то питания, вообще, там, эрзац продуктов, врачебного контроля над этим, он же возник неспроста. И многие вещи, которые делали с Микояном в 30-е годы, они ведь повторяли тот опыт. Не случайно поездку Микояна в Америку называют великим посольством в Америку, когда он научился и принес оттуда многие вещи, легшие в основу советской кухни. Поэтому, еще раз повторяю, советская кухня – это не выдумка, это не какая-то, так сказать, идеологическая глупость, которых, впрочем, в ней хватало, вот, но в какой-то степени это логичный этап развития кухни русской. – Я хочу зачитать такой вот вопросик по поводу советской кухни. Одна из наших читательниц пишет, что советская кухня существовала в условиях жесткого дефицита, а сегодня от выбора продуктов разбегаются глаза. И наша читательница замечала за собой, что иногда, когда она заходит на какой-нибудь фермерский рынок, она выходит оттуда с полупустыми сумками. Не знаю, как вам это удается, Раиса, но тем не менее. Все происходит из-за того, что теряется человек из-за изобилия. И, соответственно, вопрос такой, как вы думаете, всегда ли слово «дефицит» носит негативный оттенок? И что вы скажете о сегодняшнем переизбытке продуктов на прилавках? – На самом деле все решается гораздо проще. Прежде чем идти на рынок, нужно подумать о том, что ты хочешь купить, что ты хочешь за это приготовить. Решается все просто. И действительно, сейчас, когда есть масса продуктов, есть масса возможностей выбора блюд. Так вот, прежде чем идти в магазин, я раньше так никогда не делала. Я действительно покупала то, что, слава богу, нам досталось, и, слава богу, выкинули. Вот именно в связи с тем дефицитом, который был. А сейчас я иду в магазин, я четко продумаю, а что мне нужно купить, потому что я знаю, что я буду сегодня готовить. Решается достаточно просто. – А по поводу дефицита вопрос ведь тоже неоднозначный. Да, конечно, все мы помним эти густые прилавки, ну, тот, кто тогда жил в советские времена, колбасные электрички и все прочие радости социализма. Но если задуматься, а что русская кухня, она что, всегда развивалась в условиях изобилия, что там с 16-го по 19-й век у нас всегда на столы ломились? Да нет, были периоды, когда питание было и достаточно скудное, войны, неурожаи, сколько угодно. Поэтому беда-то на самом деле в советской кухне, она не только и не столько в дефиците, она немножко в другом. Она в изоляции от мировой кулинарии, когда мы были просто отделены от того влияния, тех знаний о том, как развивалась кулинария во всем мире, мы были отделены от многих продуктов, специй и так далее. И второе, это, ну, в такой попытке привнесения в кухню, ну, некого идеологического диктата. Ну, давайте говорить оковленно, русская кухня, она никогда не была особо связана вообще-то вот с идеологией, со всякими династическими, политическими процессами, даже при Петре Первом, и то, ну, это влияние было, она очень опосредуема. А в советское время почему-то партия правительства считала, что именно они подлинные кормильцы народа, и они ответственны за все стороны его жизни. Плюс это было или минус, ну, сегодня, наверное, можно уже сказать достаточно отчетливо. А можно я по поводу дефицита узнаю? Можешь простить меня за такой вопрос. А пирожное, картошка, это, получается, из-за дефицита она возникла? Может, мои знания, конечно, я не приснулась с интеллектом, но тем не менее. Вот вы мне скажите. Ну, скорее всего, из экономии. Из экономии? Ну, конечно, естественно. То есть это просто, ну, естественное желание не выбрасывать эти обрезки. И более того, предшествовали некоторые рецепты. Не сказать, что они были в прямом братстве, но, в принципе, предшествовали даже русские рецепты. И делали торты из жжаных сухарей толченых. Это мы встречаем еще. Торт хлебный. Торт хлебный, конечно, да. Это еще в 1795 году. Да, в словаре товарен и кондитерский приспешничий. И дистиллаторский, Василий Левшин написан. Да, поэтому... То есть эти рецепты были. Другое дело, ну, да, связывают эту картошку сейчас с фамилией Руннеберга, известного финского поэта с середины XIX века. Ну, так это или не так, можно много спорить. Мы в свое время пытались исследовать эту тему. Вопрос в другом. Вопрос, что, как таковое пирожное и картошка, это не есть кулинарное достижение. Это и есть способ утилизации пирожных, которые не были проданы за два дня. Братья, это в государственном масштабе. А теперь домашние. Поэтому расцвели они именно в Советском Союзе, когда вот это массовое питание поставило действительно на повестку дня. Ну, вот такой простой вопрос. Поэтому даже, например, у знаменитого советского кондитера Кенгиса, в его книгах, там прямо и пишется, что из обрезков тортов можно готовить пирожное, картошка, там вот с помощью. Поэтому это абсолютно такой, хоть и возникший до Советского Союза, но это абсолютно советский финальный. А в книге еще есть какие-то рецепты а-ля картошки, когда используют, что называется, то, что осталось? Нет, вообще таких рецептов у меня в книге нет. Все-таки я хотела показать, что вот то, что готовили, то, что очень яркое, то, к чему мы привыкли, как на обыденном столе, так и на праздничном. Все-таки наш стол, вот советский, да, он ярче представлялся именно праздничным, да, когда мы накрывали. Потому что в повседневной жизни мы, согласитесь... Вообще скромно. Скромно, конечно, конечно, конечно. Это, как всегда, тебе скажут сейчас, а у нас было так, а у нас было так. Для кого-то были бриллианты мелкие, кто-то каждый день обедал в Арагове, да. То есть мы говорим все время такая фраза, вам говорят, нет, все было по-другому. А не было по-другому, было по-разному. Ну, по-разному, действительно. И у всех разные воспоминания, у кого-то было достаток, у кого-то чаще всего все-таки это было достаточно скромно. И все то, что в книге, это все-таки представление нашего праздничного стола. Есть и повседневные блюда, которые имеют место быть и сейчас на нашем столе. Я даже на этом настаиваю, потому что супы – это абсолютно наше советское такое вот... Ну, многие супы, скажем. Многие супы, конечно, конечно, которые должны быть на нашем столе, без этого никак. А все салаты – да, это уже праздничный стол. Все та же селедка под шубой, и мимоза, и всевозможные салаты другие, и с рыбными консервами, и с овощами – это все-таки, согласитесь, это чаще было на праздничный стол. Я сейчас буду пользоваться своим положением, да, в том, что я здесь хозяйка. У меня приехали друзья из Америки вот недавно. И они, значит, стали меня терроризировать на тему того, что «давай, отведи нас куда-нибудь». Вот я растерялась, в общем, не поняла, куда их везти, чем их кормить. Поэтому жду от вас какой-то рецепт, вот чтобы объяснить людям, потому что две девушки, а они американки, и муж там русский. Вот. Что можно приготовить такое для них? Вы имеете в виду специфически наше русское. Да, русское или советское. Ну, во многом это взаимосвязано. Вообще, я бы даже сказала советское, я вот не знаю, просто американцы, как они это будут. Да, почему абсолютно. Я думаю, что на самом деле я хочу сказать, что им нравится вся наша еда. То, что у нас приготовлено руками, подано на стол, это всегда и будет вкусно. Так что вы абсолютно можете не переживать на этот счет. Потому что мы знаем, что, по-моему, китайцы несколько по-иному. Мы все-таки привыкли к домашнему столу, и это будет всегда, наверное, то самое отличие, которое вот... Ну, и все-таки, если говорить из таких именно специфических наших блюд, которые, наверное, не имеют таких широко распространенных аналогов, ну, что это, наверное, борщ. Ну, конечно. Это, наверное, окрошка. Окрошка. Это, наверное, ботвине. Более старое блюдо. Ботвине, конечно, так, она уже такая статистическая блюдо. Это, наверное, рассольники. Все-таки соленые огурцы – это такое больше наше завоевание, ну, скажем так, восточноевропейское. Так. Поэтому... Любое, пожалуйста. А вы приготовите харчо, вы приготовите чеханин. Да, ну, конечно. Конечно, разнообразные национальные блюда. А жаргое наше, пожалуйста, в горшочке. Вот очень даже хорошее блюдо, которое будет... Как здесь нужно выбрать правильный кусок мяса для жаркого. В общем, друзья, я не знаю, как вы все это смотрите. У меня от одного перечисления уже как-то захотелось быстрее-быстрее на кухню что-то приготовить. Так, вопрос от нашего читателя, от читательницы. Потому что я хочу задать этот вопрос Павлу, потому что уверена в том, что мужчины лучшие повара. Александр, это дискуссионный вопрос. Самое сладкое воспоминание моей молодости – это вкуснейшее советское мороженое. Знаете ли вы его рецепт? Готовите ли вы его своим близким? И как думаете, почему сейчас мороженое берет разнообразие, но такого вкусного, как в детстве, нет? Ну, смотрите, здесь как бы два, наверное, как минимум, слоя в этом вопросе. Первое – то, что действительно вкусного, как в детстве, нет, но это скорее вещь уже такая психологическая. В детстве и деревья были больше, да, и сахар слаще, и мороженое вкуснее. Другое дело, что действительно изменились рецепты. Что, конечно, то мороженое нашего детства – это все-таки мороженое, сделанное по ГОСТу, достаточно жестким контролем за вложениями, за продуктами. Можно много спорить, там, правильными или хорошими ли они были, но, по крайней мере, так сказать, контроль этот был, и поэтому мы все примерно вспоминаем одно мороженое. Вот если вы сегодня спросите жителя Москвы, жителя Санкт-Петербурга и, ну, я не знаю, Владивостока, они вам наверняка скажут совершенно разные сорта мороженого, которые сегодня они едят. А тогда все это было достаточно понятно. Другое дело, что давайте еще поймем, что мороженое, вот это массовое, это все-таки замечательное советское завоевание. То есть оно фактически возникло именно в ходе этой Никояновской реформы второй половины 30-х годов, когда вот этот массовый выпуск мороженого демократического по таким дешевым ценам, он практически наполнил всю страну. Более того, скажем, даже в войну, даже в самые тяжелые годы в Москве это мороженое продавалось. Можно даже там, где-то мы даже видели фотографии, когда вот там местистрички военные, так сказать, в военной форме едят в Москве это мороженое. Поэтому готовим ли мы сами? Да, готовим. Да, готовим. Подожди, прям вот по тому рецепту. Должен разочаровать. Нам, нашу слушательницу, все-таки, несмотря на то, что, может быть, действительно лучшие повара мужчины, хотя этот спор... Да, в ней, да, но в нашей семье все-таки лучший повар женщина. Поэтому, Оля, тебе и слово. Готовлю мороженое. Готовлю. У меня дома есть мороженица, и я стараюсь готовить разнообразное, настоящее, сливочное, которое было, но уже не по густо, а по тем рецептам, которые я нахожу уже современные. Но они без консервантов, они без овощителей, они без каких-либо добавок. И поэтому те, кто пробует, сразу вспоминают то, что это мороженое больше напоминает вкус нашего детства. То есть оно действительно... Я готовлю просто из оливкового масла, с зеленым чаем и клубничным, какое угодно. Ну, вот... Я ни разу не готовила мороженое. Это на самом деле давняя традиция. То есть мы возьмем старинные русские книги, да везде там это мороженое, абсолютно нормально, готовилось. Мороженое есть, конечно. Потом оно готовится как вручную, так и в помощи... Бралось, может, две методические кастрюли, условно говоря, одна побольше, другая поменьше, в большую набрасывался лед. Иногда его, знаешь, солили, чтобы добавляли селиту, чтобы он не таял. Это меньше. А в маленькую кастрюлю, да, вот эту молочную смесь, и ставили ее в блюд, и вот долго-долго-долго размешивали, чтобы она замораживалась от стенок. Вот это замороженное уже... Постепенно соскребалось. Да, соскребалось со стенки. И смешивалось с общей массой. И смешивалось. И постепенно-постепенно оно превращалось в единую... В принципе, приготовление мороженого. Можно приготовить и без мороженицы, просто ставить емкость с готовой массой в морозильную камеру, и через каждые 30-40 минут... Ну, понятно, что сегодняшняя техника, она, конечно, облегчает этот процесс. В общем, какой мы делаем вывод из ответа на этот вопрос, Александр? Если вам не хватает мороженого, того самого, у которого вкус, как в детстве, то вот, пожалуйста. Оказывается, его можно приготовить дома. Друзья, я хочу почитать немножко вопрос, который к нам приходит в прямом эфире. Это, видимо, крик о помощи к нам пришел. Как научить жену готовить? Есть ли у вас ответы на этот вопрос? Это очень долгий вопрос. Ну, на чем с тобой, учил ли ты меня готовить? Нет, ну, так получилось, что Оля действительно прекрасно готовила. И даже в тот момент, когда мы познакомились и связали наши судьбы, поэтому здесь мне учить уж точно не пришлось. Но на самом деле, конечно, это долгая практика. Невозможно научиться готовить по книжке. Невозможно научиться, окончив кулинарный техникум, уже считать себя квалифицированным поваром. Нет, на самом деле, это разные вещи. Домашняя кухня и все-таки. И тем не менее. На самом деле, жену можно стимулировать только тем, что чаще ее хвалить, по большому счету. Даже если невкусно приготовлено. Надо уметь это сделать так, чтобы все-таки был стимул к тому, чтобы готовить лучше, и женщина понимала, что это нужно семье. Я просто читала в одном из ваших интервью о том, что путь к сердцу Павла был проложен именно через желудок. Потому что, Ольга, вы его... Как и к сердцам многих мужчин, к пути к моему сердцу пролегал через желудок. Да, да, да. Ну, где-то так. На самом деле, так уж сложилось, что я умела готовить, а желудок... Это были, на самом деле, достаточно непростые начала 90-х годов. Это был тотальный дефицит вообще всего. Да, когда, в общем, кулинарные разносолы явно не баловали нас на наших столах. Поэтому, конечно, то, что готовила Оля, это были прекрасные вещи. Ну, старалась. Причем советские, да. Да, причем советские, фаршированные перцы, фаршированные баклажаны. Все доставали. Мясо по-французски? Да, да, да. А сентрину по-лярду? Хотя сейчас мне смешно, потому что, конечно, критикуют. Это майонез. Так сделайте домашний майонез. Сделайте соус бешамель и залейте тогда, что... Ну да, это смещенная борьба с майонезом в русской кухне, вот, в среде, особенно, кулинаров, да. Она же имеет действительно простой вывод. Ну, кто спорит? Конечно, сегодняшний фабричный майонез, это, ну, не является верхом кулинарного искусства. Но никто же не мешает сделать майонез домашним. И не запекать с собой в салоне. Который делался, собственно говоря, уже, наверное, можно сказать, веками, и в том числе и в русской кухне, и был прекрасным блюдом. Другое дело, да, что, скажем так, запекание майонеза на мясе, это специфически русское, советское, я бы сказал, изобретение. Превращается в некую такую субстанцию, которая только притворяется майонезом. Да, скажем так, во французской кухне никому не приходит в голову запекать. На самом деле, мясо во французском лежит, в основе этого блюда лежит гратен, который заливают, конечно, запекают не с майонезом, а с белым соусом. Все очень просто решается. Следующий вопрос. Хотя, знаете, мне кажется, я бы сидела, а вы бы перечисляли все эти вкусности. Я бы только вас слушала и слушала. Спрашивайте, что для вас важнее, чтобы было вкусно, или все-таки вы следите за тем, чтобы пища была здоровой? Ну, честно давайте. Честно и то, и другое. И вкусно, и полезно. Это, конечно, сложно. Но все-таки стараемся как-то выбирать продукты прежде всего. Я считаю, что основа – это хорошие продукты, качественные. Не просто, да, сложно сделать свой выбор. Это к вопросу, вот, во-первых, идти на рынок и понимать, что тебе хочется купить. И должно быть непременно и сытно, и полезное сочетание продуктов. Мы все, в общем-то, стараемся. Вы знаете, вы на самом деле попали, может быть, даже не желая того, и не вкладывая большой смысл в свой вопрос, но в целую глубокую дискуссию, которая, собственно, разворачивалась в советской кухне многие-многие годы. Один из последних ее понял наш выдающийся популяризатор кухни Поклебкин, который во всех своих книгах говорит о том, что вот врачи в советский период, они всячески губили советскую кухню. Вот этот врачебный диктат, отказ от специй, отказ от возбуждающих аппетит ингредиентов, вот контроль там над жирами, куда это все убивало. То есть был только вопрос о том, что оно должно быть полезное и питательное, а вот вопрос о вкусе, он как бы не стоял. Вот в этой книге, на самом деле, мы и пытаемся разобраться о том, что же на самом деле, зачем действительно был контроль, а зачем нет. Что в реальности лежало, вот, как движущая сила развития советской кухни. И мы это делаем как раз не теоретическим путем, а встречаясь с теми людьми, которые эту кухню создавали. Вот чем отличается эта кухня? Мы встречались с более десятком, наверное, тех людей, ветеранов советского общепита, назовем его так. Им сейчас уже по 70-80, кому-то и 96. На 98 уже. Вот Сергей Протопопов, он бывший главный кулинар Москвы. Знаете, что поражает? Поражает яркое сознание, чистый взгляд. Поражает то, что люди, как люди зажигаются, когда вспоминают те явления, те события, в которых они принимали участие. Нет, на самом деле еще поражает вот то. Даже вот то отношение к рецептам как таковым. То есть человек готов был... Вот я написала там что-то, да, он видит, что что-то не так с точки зрения подхода его технологии. Он был готов это помочь, мне переписать, потому что это был очень жесткий котел, что должно быть было приготовлено именно так и никак иначе. Нет, ну, как и любому мастеру, его, естественно, режет взгляд, если что-то, так сказать, сделано не так. Пусть это делается сейчас уже с новым пониманием, так сказать, ну, современной кухни, да, но он-то привык к тем еще. Микояна еще видел, участвовал в 30-е годы в совещаниях, когда вот как раз вводилось это повсеместно самообслуживание в столовых. А к каждому из них можно написать книгу. Отдельную, наверное, да. Друзья мои, как-то за нашими вкусными разговорами у нас осталось 4 минуты, поэтому в таком вот блиц-не-блиц, как получится, да, буду читать вопросы, которые у нас остались. Всегда интересовало, что ели первые лица государства. Хотите ли вы написать об этом книгу? И, кстати, не знаете ли вы, какое было любимое блюдо у Сталина или у Брежнева? Ну, вы знаете, дело в том, что упомянутый мною Вильям Васильевич Пахлебкин на самом деле достаточно подробно остановился над этим вопросом. То есть у него есть такая книга «Кухня века». Она была уже издана, к сожалению, после трагической гибели Пахлебкина. Но, тем не менее, вот как раз все эти вопросы, которые вы задали, что ел Ленин, что ел Сталин, что нравилось Брежневу, там они очень подробно освещены. И очень любопытно, на самом деле, ну, сейчас вспоминаю просто, что, например, Владимир Ильич долгое время страдал гаститами и вылечила его только тюремная диета. Когда он попал в 1895 году в тюрьму на несколько месяцев, и вот именно упорядоченный стол, щи, каша, видите, как-то все-таки, наверное, как-то отличалась от сегодняшней. Она, собственно, вылечила и поставила его, скажем так, на ноги. Что касается, ну, Сталина, ну, понятно, что человек, имеющий грузинские корни, прежде всего, понятное дело, любил и был привязан именно к людям своей родины, то есть многочисленные. Харшо, Сациви, Чахагбили, конечно, да. Это непременная часть, наверное, сталинского. Рациона с Леонидом Ильичем несколько сложнее, поскольку он прошел несколько, ну, скажем так, этапов, и, конечно, молдавская его часть, его биографии, она наложила неекладимый, скажем так, след, поэтому многочисленные молдавские плацинбы, метитяи, перцы, это, так сказать, по воспоминаниям современников, они чрезвычайно уважались за столом Брежнева. Ну, об этом можно, наверное, говорить много, поскольку при всей привязанности руководители государства все-таки они достаточно разнообразно питались. У нас, ладно, минута, я хочу задать вопрос, который, наверное, волнует очень многих, о том, что бы летом вот такого приготовить. Вы когда пришли, сказали, по-моему, что душно, жарко как-то мы с вами на эту тему немножко пообщались, да, лето, что можно приготовить, чтобы потом, как пишет наша читательница, не уснуть где-нибудь там на работе, знаете, как-то, в общем, какой-то рецепт ждем от вас. Ой, нет, ну так сложно сказать много, очень много. Я, конечно, в рамках книги сказала, готовьте окрошку, да? Кстати, да. Очень хорошую окрошку мы только что с тобой приготовили ботвину. Или ботвину, например. Прекрасное русское блюдо. Расскажи в двух словах, что это. Это монгольд, сейчас как называют монгольд, но на самом деле это листья свеклы, шпинат, ботва, да, огурец. Листья ботвы отвариваются, смешиваются с квасом, туда, конечно же, огурец, подается с зеленью и отварной рыбой. Пожалуйста, прекрасное блюдо, сочетание всего. Рыба не варится в классе, а просто это может быть. Конечно, это лучше всего должна быть осетрена. Ну, наверное, да. И плюс раковые шейки. Ну, это уже совсем парадная подача. Это тоже, ну, тем не менее, она фигурирует во всем. Да, оно это большое, вообще достаточно простое блюдо. Яйцо, пожалуйста, можно и на положение. То есть блюдо легкое, колорийное, и, ну, так скажем, необременительное, чтобы не заснуть на работе. В общем, друзья, я думаю, что практически советы вы получили. Такую завесу тайны мы приоткрыли по поводу вышедшей книги. Спасибо вам огромное, что вы пришли, что отвечали очень подробно и безумно интересно на вопросы наших читателей. Ждем новую книгу. Там есть что-то в планах? Ну, планы, конечно, есть. Поделитесь, нет? Или это пока тайна? Ну, мы так или иначе будем продолжать начатую тему, рассказ о нашей кухне. Единственное, мы хотели бы остаться. Русской, а советской, конечно. Да, вот. Много споров идет о национальности русской кухни. Ну, какое блюдо не возьми, вам скажут. Конечно, да. Фельмени, они там азиатские. Вот хлеб, он там из Византии пришел, водка польская. А тем не менее, это блюдо уже сотни лет в нашей кухне. Вот нам, собственно, и хотелось бы разобраться, почему, например, помидоры, пришедшие всего там 200-300 лет назад в массовую кухню Италии, считаются сегодня ну, непременной частью итальянской кухни, в ее провинции. А вот там рис, например, который в России именовался с сарацинским пшеном и пришедший еще, наверное, с тысячу лет назад, вот почему-то он не русский. Значит, мы не прощаемся, потому что придете с новой книгой. Спасибо вам огромное. Друзья, спасибо, что эти 30 минут вы были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!